Александр Михайлович, это уже третий фестиваль, когда вы на посту поста Российской Федерации принимаете участие и в качестве зрителя, и в качестве поддерживающей стороны. Какие впечатления вообще от театрального фестиваля «Золотая маска» в Эстонии, и в частности от нынешнего? Да, действительно можно сказать, что с фестиваля «Золотая маска» в Эстонии начинается мой календарный год в качестве работы посла, поскольку я прибыл в Таллинн ровно два года тому назад и сразу же попал на мероприятие «Золотой маски» в Эстонии. И уже тогда меня приятно поразил и настрой публики, было приятно видеть, что ожидания, которые связываются с этим, ну, пожалуй, самым крупным культурным мероприятием в наших двусторонних отношениях, полностью оправдываются. И я с радостью отмечал, что фестиваль, это уже 13-й по счету, но он как бы набирает обороты. Ведь не случайно в этом году жители и Нарвы, и Силамия, и Тарту могли увидеть, наряду с жителями Таллина, могли увидеть спектакли выступления российских коллективов. И мы немало говорим о тех сложностях, которые существуют в наших двусторонних отношениях, но при этом важно, что вот как раз наше сотрудничество в сфере культуры развивается в весьма позитивном ключе. И очень хотелось бы, чтобы вот импульсы, которые исходят, которые, что подтверждается настроениями, которые мы видим у людей, посещающих мероприятия в рамках фестиваля, чтобы они расширялись, что, несомненно, самым благоприятным образом скажется на атмосфере наших двусторонних отношений. Что-то особенное было в этом фестивале? То есть что-то понравилось из-за того, что удалось посмотреть? Я уже говорил, что вот за... Говорят, правда, что всякое сравнение хромает, но что я бы отметил, это то, что действительно идет, я бы так сказал, понарастающее. Вот приезд в Эстонию в этот раз и театра студии Фоменко, и театра Маяковского, и то, что именно в Таллине сейчас проходит европейская премьера оперы «Доктор Гасс», говорит о многом. Спасибо вам, Арсен Петрович. Спасибо вам. Добрый вечер. Самое лучшее, самое доброе впечатление. Конечно же, этот великолепный фестиваль, он приносит много радости, и особенно сегодня мы посмотрели спектакль, посвященный очень серьезной теме, и то, что он представлен таким известным коллективом из Москвы, и то, что это необычно видеть в стенах русского театра, все это, конечно, очень впечатляет и заставляет задуматься о тех вещах, которые мы должны знать, мы должны помнить, то, что мы должны говорить своим детям и внукам. Мы рады, что здесь, в Эстонии, в Таллине, такой фестиваль пользуется большим спросом и популярностью, и то, что уровень представленных работ самый-самый высокий. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы спонсируем «Золотую маску» с момента ее запуска в Эстонии. То есть 13 лет. Я думаю, что все 13 лет, да, мы такой как-то так долгосрочный партнер этого фестиваля. Я бы сказал так, конечно, в этом фестивале, но, несомненно, такая жемчужина – это, конечно, «Сон летнюю ночь». Тут бесспорно. Это бесспорно. А если сравнивать с тем, что было раньше, я так не вспомню. Но там всегда, ну, это нормально, когда из нескольких спектаклей один очень хороший, один ничего, а остальные, так сказать, не очень. Ну, это нормальная вещь, поэтому, да, практически каждый год есть какие-то шедевры, которые оставляют что-то в сердце. Я хочу, чтобы фестиваль продолжался. Я думаю, что если мы все перестанем ему помогать, он закроется, и мы просто их не увидим. Сегодня я на то, что я буду поддерживать фестиваль, пока он есть. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.